Приветствую вас, друзья-недруги. Сейчас просматривал архивы New York Times, ну, по тегам искал все, что касается России, информационной войны. Прелестно нашел статейку про пару российскую, Борис Шевчук и Мария Шемятин. Они медики России. Ей 29, ему 28. Вот, они боролись здесь с кровавым режимом, ну, как могли в социальных сетях, покуда их аккаунты, по их словам, не заблокировали. Я не знаю, о чем речь, видимо, это вряд ли запрещено граммик каком-то, скорее всего, это ВКонтакте. Ну, опять же, без идиотоп. Они решили поискать свободу. Поскольку они медики, они еще опасались, что их могут мобилизовать, на какого-либо обязанных. Короче, они купили тур в Мексику, перешли там границу с Соединенными Штатами Америки, сдались властям, ну, в презумпции того, что сейчас они будут обласканы и осыпаны всяческими ништяками. Оказались в тюрьме оба. Причем в кандалах. Даже на ноги кандалах надели. И в разных тюрьмах, чтобы жизнь медом не казалась. Зелили. Провели там приличное количество времени. Потому что требовалось снести залог в 30 тысяч долларов, для того, чтобы оказаться на свободе и предстать в суде уже незаключенными. У них этих денег не было. Потом залог снизили до 20 тысяч. Какая-то организация собрала эти деньги. Они, в общем-то, в свободе. Там трогательная фотография в Нью-Йорк Таймс на сайте. Они у колючей проволоки обнимаются. После освобождения как раз этого Бориса его жена встречает. Вот такие дела. И судья ему объяснил, что они нарушили законы. Что доказать, что они являются политическими беженцами, они никак не могут. Они не могут ничего представить в этом смысле. Но если за всем диатом. Это понятно, что эти непуганные 30-летние, воспитанные нашим агитпропом российским, который Кайдар и Чубайсы выстроили в 90-е. Это понятно, что там райская империя добра есть, город на холме, за океаном. А у нас кровавый режим и все такое прочее. Неважно. Я о комментариях под этой статьей. Американцы пишут. Это просто, вы говорите еще, что там русофобия идет. Они пишут, что они агенты Кремля. Что они, если им позволить остаться, здесь будут голосовать за республиканцев. И дай бог за Трампа. Ну, в общем, враги народа. Ну, что я могу сказать. У нас есть такая присказка. За что боролись, да то и допоролись. Продолжение следует.